Сегодня 17 августа. Улица Кульбушева, 88. Именно в этом здании 17 августа 1910 года торжественно открылся самый большой в Самаре кинотеатр «Триумф», который тогда назвали «Электротеатром». Между тем, на главной улице Самары, Дворянской, в 1910 году располагались сразу пять шикарных кинотеатров. Можно только представить, как здесь было красиво, когда вечером синематографы зажигали свои яркие манящие огни. Рекламой и отчетами о проведении сеансов пестрели тогда все самарские газеты. Но оторвемся от экранов и перенесемся на набережную. 17 августа 1900 года самарская полиция получила указание навести на берегу порядок. На самом деле, в начале 20 века Волжская набережная производила удручающее впечатление. Вот как ее описывала одна из местных газет. При наличии каменной стены можно увидеть едва-едва сколоченные ловчонки. За ними грязь, пыль и тучи мух покрывают продаваемые здесь продукты. На весь этот беспорядок и обратила внимание городская полиция. Великого русского писателя Льва Николаевича Толстого всегда волновала судьба народа. 17 августа 1873 года он опубликовал в московских новостях письмо к издателям. В нем автор призывал помочь голодающим самарским крестьянам. Выступление Толстого произвело сильное впечатление на современников. Вскоре в российской прессе появилось множество заметок о тяжелом положении голодающего по Волжье. В Самару потекли пожертвования. Было собрано около двух миллионов рублей денег и 20 тысяч пудов хлеба. Эта помощь спасла тысячи волжан от голодной смерти. 17 августа 1913 года лучшие легкотлеты Самары выехали в Киев для участия в первой русской олимпиаде. В тот же день, только четыре года спустя, в 1917 прошло собрание георгиевских кавалеров Самарского гарнизона. И наконец 17 августа 1994 года в губернии появилась своя миграционная служба. В 17 день последнего месяца лета поздравление с днем рождения принимает Олег Табаков, любимый многими актеры и режиссер. Он же Шелленберг из 17 мгновений весны, Людовик Третий из трех мушкетеров и неподражаемый кот Матроскин. 17 августа родился Николай Добрынин, один из самых востребованных сегодня российских актеров, звезда комедийного сериала «Сваты». Именины у Дениса, Ивана и Евдокии. Какова Евдокия, таков ноябрь, говорили прежде. Продолжим завтра. Редактор субтитров А.Семкин